Льготной ипотеки не будет, а про это заявил гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко. Но он заявил более точно. Он сказал, что льготной ипотеки на вторичку, конечно же, не будет. Потому что недавно Марат Хуснулин предложил или сказал, ну, по крайней мере, он сказал предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья. Потому что, действительно, мы прекрасно понимаем, что если нет рынка вторичного жилья, то о никаком первичном рынке говорить невозможно. Но при этом Виталий Мутко сказал, что здесь нужно подходить к вопросу очень внимательно. Так как цена, условно, на вторичку, да весь, на весь рынок недвижимости отреагирует моментально. Мы давали возможность на первичном рынке, и цена улетала моментально. То есть он говорит про льготную ипотеку, которую ввели два года назад в 2020 году. Также Виталий Мутко прокомментировал снижение ставки по льготной ипотеке уже действующей. Потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас есть льготная ипотека до 12 миллионов под 7%, а при электронной регистрации это 6,7%, вне зависимости от того, вообще есть у вас дети или нет. Это никакая не семейная ипотека. И по поводу льготной ипотеки он высказался также, что снижать ставку по льготной ипотеке при уменьшении даже ключевой ставки, которая с каждым по факту кварталом у нас снижается, нецелесообразно заявил Виталий Мутко на форуме «Среда жизни» в Тамбове. Сейчас ставка достаточно комфортная. Он про льготную ипотеку обычная. На каком-то мере поддержка должна отключаться, тогда финансовая макрополитика будет другая. Не думаю, что мы повторим рекорды прошлого года, но тогда и ставка была 4,5%. Нельзя снижать ставку только за счет бюджетной поддержки. Ура! Наконец-то, говорят, какие-то трезвые вещи. Нужно, чтобы у людей росли доходы, повышалась доступность жилья. Когда мы субсидируем ипотеки, цены растут. Несмотря на хорошую ипотеку, квартира получается дороже и платеж выше. Нам нужен баланс между спросом и предложением. Все верно. По крайней мере, мы видим, что даже Виталий Мутко мыслит адекватно. И, скорее всего, как я говорю, снижать льготную ставку по обычной ипотеке, то есть по строящемуся жилью, не будут. И вводить субсидирование или льготную ипотеку на вторичный рынок также не будут. Потому что это бессмысленно. Это только раздует рынок. И вот тогда мы все с вами уже увидим пузырь на рынке недвижимости. Про эти и другие новости на нашем канале. Ну, а с вами Зубик Виктор. Поехали! В этом новостном выпуске мы более детально поговорим с вами про итоги первого полугодия 2020 года на рынке Москвы. И посмотрим, соответственно, разные типы жилья. И вот если мы посмотрим итоги на рынке новостроек Москвы по строящемуся жилью, то вот Росреестр недавно опубликовал статистику. Строящие жилья бывают и жилая, и нежилая. То есть нежилая – это, соответственно, апартаменты. Самое важное. И по итогам июля мы видим, что было зарегистрировано 10 873 ДДУ. Внимательно запомните эту цифру. И мы видим, что эта цифра на 20%, даже больше, чем на 20%, чем в июне этого же года. Потому что в июне было всего лишь 9 тысяч договоров. Но если мы посмотрим, то, что я всегда говорю, не смотрите, пожалуйста, на цифры ежемесячные. Смотрите на годовую или полугодовую статистику. Так вот, если мы сравним текущий год с 2021 годом, то мы видим, что у нас падение составило на 4,5%. На мой взгляд, это очень адекватное падение. И даже если было бы на 10%, я бы считал, что это вполне разумно. То есть у нас 75 141 договор ДДУ – это жилая, нежилая – зарегистрировано против 78 667. Самое важное, что мы можем посмотреть, что снижение по жилой недвижимости по сравнению с 2021 годом всего лишь на 2,5% просели больше апартаменты. Но в целом мы видим, что сейчас апартаменты никто не хочет покупать. Ставки субсидировано нету. Ставка на апартаменты 10-12%. Ну и плюс риски, что их не достроят, вас кинут достаточно большие. А если мы посмотрим на 2020 год, то у нас прирост составил больше 60%, 61% – 0,2%, при том, что тогда действительно апартаменты вообще практически не покупали. Поэтому условно паниковать по поводу рынка строящихся жилья еще, как сказать, ну, рано, да. Давайте посмотрим другие результаты. Если мы посмотрим результаты на рынке ипотечном, то как раз Росреестр в Москве в июле этого года зарегистрировало 8083 договора ипотечного критования. При этом учитывается общее количество сделок и на первичном, и на вторичном рынке при покупке квартир. И это на 18,7% больше июньского показателя, где было 6812. При том, что в июне мы в любом случае понимали и анализировали рынок, что, скорее всего, в июне был отложен спрос. Потому что если мы посмотрим на результаты мая, то по сравнению с маем у нас в апреле-май было чуть меньше 2500 зарегистрированных договоров. Например, в мае 2349 договоров. Но давайте посмотрим общий рынок, то, что мы всегда смотрим. Если мы в любом случае смотрим рынок количества зарегистрированных договоров по ипотеке, по сравнению с 2021 годом все равно рынок сузился. И сейчас у нас в 2022 году 60 тысяч договоров против практически 72 тысяч договоров в 2021 году. Но при этом в 2020 году было зарегистрировано 47 тысяч договоров. То есть, если мы смотрим на общее количество, то сейчас видим, что рынок действительно восстанавливается. По сравнению с июнем ипотек выдали больше, но в общем количественном выражении у нас падение больше, чем на 16%. И здесь уже стоит задуматься. А вот в четвертой новости мы поговорим про вторичный рынок. Наш самый любимый, потому что он самый важный. Потому что если нет вторичного рынка, нет и первичного рынка. Люди продают свою недвижимость. Купили студию, продали, купили себе однушку, двушку. Продали однушку, купили себе побольше квартиры. То есть у людей, соответственно, есть условный цикл. И люди продают. Кто-то поближе к центру, кто-то отдаляется. То есть без вторичного рынка не существует первичного рынка. Так вот, в июле 2022 года в Москве зарегистрировано 8344 договора ДКП. То есть если мы вспомним с вами, вернемся в новость 2, то мы видим, там было зарегистрировано у нас в июле 10873 ДДУ. То сейчас у нас сумма значительно, сумма как количество значительно меньше. И при этом это всего лишь 0,38. То есть меньше, чем на 1%, больше, чем в июне 2022 года. То есть у нас на рынке Москвы, на всем вторичном рынке, количество зарегистрированных договоров по вторичной, по вторичке, меньше, чем была куплена квартира в новостройках на первичном рынке. Если мы сравним с 2020 годом, то у нас в любом случае рост составил 20,6. То есть в любом случае по итогу первых 7 месяцев на вторичном рынке плавно увеличивается разрыв с результатами 2021 года. И также с допандемийным уровнем 2019 года в любом случае падение составило 5,8. Но в любом случае показатели на самом деле не такие плохие, но они действительно заставляют задуматься. И рынок вторички сейчас находится в стагнации. Квартиры действительно не продаются. Но не забываем, что сейчас лето. И на самом деле рынок никогда не жил. Поэтому будет интересно посмотреть результаты за второе полугодие. посмотреть, будет ли оживать рынок и будет ли Центробанк снижать ставку. Потому что, как видим, льготной потеки на вторичку, слава богу, не будет. И, соответственно, нужно просто ожидать постепенно снижения ставки и выравнивания, и коррекции рынка. То, что сейчас и происходит. Лично как для меня, как для инвестора, то, что сейчас происходит на рынке, я считаю, наоборот, это время возможностей. И считаю, что это отличное время, когда рынок перестал уже дико расти. Потому что, условно, раньше даже самый неграмотный инвестор мог купить любую новостройку, даже какую-нибудь там МИЦа, да, с некачественную, купить и продать, и заработать. И всем хвастался и говорил, что он инвестор. Теперь только дело в аналитике, только дело в качественном, хорошем подборе будет доказывать вам результаты. Иначе вы будете покупать неликвид, который даже на вторичном рынке не будет продаваться. Пятая новость. Коротко, как всегда, про новости компании Smart. И у нас вышло очень классное видео про то, как мы принимали квартиры с отделкой у застройщика ПИК. Мы принимали наши любимые или кому-то нелюбимые квартиры студии с отделкой. И в этом видео мы показали, как правильно принимать. И в этом видео также мы рассказали, что мы добавили услугу приемки квартир. Если вы в ближайшее время получаете квартиру от застройщика с отделкой или без отделки, то можете обратиться к нам в компанию. Мы эту услугу можем добавить в комплексе в рамках, например, управления. Если вы хотите передать нам квартиру в управление, мы можем принять вашу квартиру, например, сделать меблировку и дальше делать последующее управление вашей квартирой по долгосрочной аренде. Либо вы можете просто разово воспользоваться нашей программой. Мы сможем профессионально принять вашу квартиру. И, соответственно, вы дальше уже можете решать, жить в ней, сдавать либо продавать. Ссылка на услугу есть в описании. Там все подробно написано со всеми опциями, дополнениями. Все, что делает Smart. Но самое главное, Smart работает на результат и представляет только качественные услуги. Шестая новость про старт и продаж. И нас опять радует или не радует застройщик МИЦ. Он все пытается вылезть на рынок недвижимости и доказать, что застройщик МИЦ еще не умер и работает. Я в любом случае, как всегда, говорю, что я не рассматриваю, вне зависимости, что строит этот застройщик. Потому что я не доверяю ему качеству, не доверяю подходу и не вижу смысла инвестировать в него. Но недавно МИЦ вышел с проектом в районе Марина Роща. Это апартаменты Октябрьская, 98. И здание называется Мирроздание. То есть, типа, Мироздание. Мирроздание. Это очень, на мой взгляд, идиотское название. Как минимум, я бы точно не хотел бы жить в таком ЖК с таким названием. Апартов будет 779, средняя площадь 37 квадратных метров. То есть, будет мелкая нарезка. МИЦ пытается впихнуть, да, как бы в свой проект, выжать из него максимум и заработать максимальное количество денег. Не думаю, что МИЦ думает про инвесторов-продольщиков. МИЦ интересует только лично свой кошелек. Поэтому рассматривать этот проект в качестве инвестора, я думаю, что нет смысла. А вот А101 выходит своим новым проектом. Пока еще нет официального предстарта. Мы обсуждали, что вроде ЖК должен называться ЖК Шапка Фараона. Но нет, ЖК будет называться Бунинские кварталы. Нет-нет, не Бунинские луга, а Пиковские. А именно Бунинские кварталы. Не знаю, почему они решили скопипестить название у Пика. Люди сейчас, конечно, будут массово путаться. Кстати, за моим фоном ЖК Скандинавия. И, как пишет один телеграм-канал, действительно, в ЖК Шапка Фараон, извиняюсь, в ЖК Бунинские кварталы фасады, скорее всего, будут скромненькие, дешевые. И вряд ли мы увидим такие классные, хорошие фасады, как в ЖК Скандинавии. На мой взгляд, в Скандинавии реально крутые фасады. И для уровня комфорт-класса можно поставить твердую четверку. Седьмая новость. Триллионы рублей уже на эскроу-счетах. Вообще, объем средств на эскроу-счетах в сфере долевого строительства жилья по результатам второго квартала 2022 года составил более 3,9 триллионов. Не миллиардов, а триллионов рублей увеличился в годовом выражении на 78%. Это следует из отчетов Центробанка. Самое важное, что за второй квартал на эскроу-счета поступило практически чуть больше полутриллиона, 584 миллиарда, но это в любом случае в 1,6 меньше предыдущего квартала. На результатах, конечно, сказалось снижение выдачи ипотеки. То есть мы видели, что ипотеки стало меньше. Ну и в любом случае есть коррекция рынка, то есть спрос в 2022 году и количественные сделки действительно снижаются. При этом это не отразилось на ставках проектного финансирования, потому что застройщики действительно же берут проектное финансирование. Задолженность застройщиков по проектному финансированию 3,6 триллионов рублей. То есть, видимо, вот эти вот 300 миллионов, наверное, где-то они там и зарабатывают. И составляет 7,2 от корпоративного портфеля. По данным ЦБ, портфель строительства квартирных домов с эскроу составляет больше 80 миллионов, 81,6 миллиона квадратных метров. По сравнению с первым кварталом рост на 6%, в годовом выражении на 28%. То есть, в любом случае идет рост по увеличению количества средств на эскроу счетах. И это единственное, что в первую очередь спасает рынок недвижимости. Именно поэтому люди выбирают льготную ипотеку, стройся жилье на эскроу счете, чем непонятную вторичку, которую нужно покупать с ипотекой выше, чем 10%. Ну и в некоторых случаях еще люди пытаются разбивать сумму. То есть, потенциальный покупатель даже не может купить квартиру по полной стоимости, что является бредом. Потому что, условно, основная проблема, если вернуться к четвертой новости рынка вторички, являются инвесторы и жадные собственники, которые даже не хотят платить налоги с продажи недвижимости при условии того, что государство им позволило заработать практически x2 от вложенной суммы, точнее, от суммы квартиры. Восьмая новость. Сбербанк снизил первоначальный взнос, но он снизил с 30% до 15%. Вы скажете, был же 15%, но он это сделал для самозанятых. Мне кажется, что это очень крутое решение. Оно никак не связано с тем, что, знаете, впарить ипотеку всем. Дело в том, что люди сейчас активно становятся самозанятыми, работают на себя. Кто потерял работу или уволился, сам, соответственно, пытается развивать какое-то небольшое свое дело. И многие действительно используют ставку как самозанятые, потому что не нужно открывать ИП, все намного проще, понятнее. При этом ты работаешь официально и платишь налоги. Поэтому, на мой взгляд, это крутая новость. При этом данный мир распространяется практически на все базовые программы. На льготную ипотеку, семейную, господдержку, дальневосточную, приобретение даже готового жилья. Но при этом, в любом случае, пока на ИЖС, на строительство и рефинансирование. Это, конечно, не распространяется. Условия прежние. Но мне кажется, что государство смотрит за данными программами. Я думаю, что скоро и 10% у нас будет первоначальный взнос. Потому что некоторые застройщики сейчас уже предлагают даже сделать рассрочку первоначального взноса во время строительства дома. А потом вы уже начинаете платить ипотеку. Конечно же, вот в такие программы я не рекомендую там ввязываться. То есть, я бы на самом деле все-таки смотрел бы первоначальный взнос 15-25% в этой средней ставке под небольшую процентную ставку от банка. Чтобы это было 6,7% или даже ниже. И только тогда рассматривал бы покупку недвижимости. Но, условно, как вы получаете деньги, ИП, самозанятый, либо работаете на работе, для банка абсолютно нет разницы. И для вас не должна быть разница. Важно, чтобы вы могли заплатить за свою ипотеку. И это не было для вас ипотечной кабалой. Девятая новость. Как всегда, мы добавляем в рубрику это мы строили, строили и построили. И, соответственно, мы видим, как испанские кварталы разваливаются. То есть, А101 действительно косячит. И тревожное видео появилось о том, что в испанских кварталах вылетело окно. То есть, буквально недавно в одном из корпусов комплекса рухнул потолок, как писали в телеграм-каналах. А сегодня уже с восьмого этажа выпало окно. И это окно выпало чуть не рядом с ребенком. Владелец данного окна сказал, что он ничего с ним не делал. Условно открыл. Окно упало. И он наслаждался, как падает его окно. Мне кажется, непонятно, как застройщик будет сейчас решать эту ситуацию. Потому что жить без окна тоже как бы стрёмненько. Даже пленкой сильно не заклеишь. Я понимаю, что летом тепло. А представьте, что зимой творилось бы. То есть, действительно, А101 и застройщики в комфорте все больше и больше косячит. Да и в бизнесе тоже косячит. Но мы видим, что они пытаются экономить. Пытаются экономить с того, что спрос падает. Хотя, ребята, они за последние несколько лет заработали колоссальные миллиарды рублей. И они не готовы вкладывать в инфраструктуру. Ну и в целом, типа, и так покупают. Сейчас рынок меняется. Рынок преобразуется в сторону то, что рынок покупателей. И я надеюсь, что застройщики тоже начнут меняться. Потому что все, что сейчас происходит на рынке, это только в плюс ему. Иначе мы бы разогнались в огромный пузырь. И ипотечный пузырь рынка недвижимости. И потом было бы лопнул очень жестко. А пока, на самом деле, все вот текущие ситуации, они спасают рынок недвижимости. А вот в пригород лесной от самолета рухнул тоже потолок. Эти ребята, конечно, обещают нам крутую отделку квартир. Но на самом деле также косячи. То есть, на мой взгляд, самолет будет нас радовать в ближайшие несколько лет. Потому что у них сейчас будут, наконец-то, сдаваться первые корпуса новых концептов домов. И потихоньку мы будем видеть их замечательное качество и замечательная отделка. У нас в комментариях писали, что, Виктор, сделайте приемку квартиры с отделкой от застройщика. Я думаю, что в ближайшее время сделаем такое видео, потому что, конечно же, оно нужно. Ну и тут я еще увидел красивое видео, как в ЖК Мини Полис построена инфраструктура. Баскетбольные площадки сделаны с песком. Да, я не понимаю, как можно играть в баскетбол, при том, что когда у вас нет асфальта, либо там резиновой дорожки, есть просто песок. Ну и, соответственно, детские качели очень умно спроектированы. То есть, вам нужно быстренько пробежать для того, чтобы не задеть ребенка, который качается. Потому что, мне кажется, он может как раз качаться и выбить вам зубы. Так что архитекторы и застройщики максимально косячат. Ну, зато наша рубрика будет наполняться, и вам может быть это интересно. И десятая новость. Я в десятую новость, как всегда, добавляю немножко юмора, либо грусти. Вот по поводу этой новости думайте сами, да, вот какой лайк или дизлайк ставить. Первый зам главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая считает, что при рождении третьего ребенка следует списывать ипотечный кредит. То есть, она говорит, а почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать семье часть ипотечного кредита, или, например, при рождении третьего ребенка закрывался бы полностью. То есть, условно, государство понимает, что у нас огромная демографическая яма. Действительно, сейчас с рождением детей огромные проблемы, плюс отток специалистов, отток людей за последние несколько месяцев. И они пытаются вас заманить ипотекой. То есть, роди третьего ребенка, и мы спишем вам ипотеку. Ну что, мне кажется, что это очень классный слоган для билборда в, как сказать, в преддверии предстоящих выборов. Но, мне кажется, до этого не дойдет, потому что все-таки очень странный подход. Хотя, может быть, конечно же, кто-то порадуется, что вы думаете по поводу такой новости. На этом все. С вами был Зубик Виктор, канал SmartProdvizimus. Больше новостей в нашем Telegram-канале. Рекомендую подписаться, потому что, да, я выкладываю много своей аналитики и данных. Ну и также можете стать спонсором на Boosty, чтобы попасть в наш закрытый чат в Telegram, либо получать закрытые инвестиционные подборки новостроек. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok